Людям ломают судьбы, людей пытают, их насилуют, они сидят, у них всё равно есть надежда. А тут приехала Бутина, и по федеральным каналам рассказала, а там гостиница и пионерлагерь оказывается. Причём, представь ситуацию, ты туда едешь как член УНК, до этого ты делаешь публичное заявление, что Навальный предатель России, а следующее заявление призывая членов УНК к нему не ездить, потому что он обнаглел, и через 3 дня туда сама чешешь. И потом ещё удивляешься на камеру, ну вот мы приехали, он отказался с нами разговаривать, да ну нафиг, действительно, а чё это он отказался туда? Про меня, кстати, они тоже там, когда меня привезли в Покров, сняли, кстати, видео, где пришёл зампобор и руководитель оперодела на этот момент, и привели федеральный телеканал, ну первый раз у них поснимать там не получилось, потому что я сбора был такой, что меня снимать было нельзя, просто у меня глаза там впали, они мне два свитера надели, но всё равно я там меньше 60 килограмм весил со 105, и те посмотрели, ужаснулись, и там был скандал небольшой, то есть силовики, которые приезжали, с телевидением, с федеральными каналами, они там администрации сказали, что вам надо было его мучить, но не голодно мордить как бы, и потом они всё равно приехали, правда, нигде это не выпустили, где они меня тоже вот как Навального на видео попросили там походить по бараку якобы, это всё смешно выглядело, потому что я в зимней обуви, они там на шконку приляж, там полежи, я на неё там доложусь, я говорю, где я в обуви, где ничего-ничего, руки не надо за спиной, там посмотри телевизор, а представляешь, я один на отряде, а весь отряд стоит, мерзнет на улице несколько часов, и они снимают, как я типа телевизор смотрю, как я там чай пью там в этой, блин… Люксовые условия, это как Мария Бутина рассказала. Да, 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 ну Мария знает, видишь, вообще я почитал, когда я давно как бы… Лучше, чем в остальной России. Лучше, да. Лучше, чем в гостиницах Алтая. Я не думаю, что пропагандисты Кремля именно это хотели услышать, те люди, которые финансируют федеральные телеканалы, в том числе Арти, это такая спорная похвала 20 лет деятельности Путина о том, что в колонии по крови люди живут лучше, чем в среднем по России, да, то есть это… Они, понятно, что хотели сказать, понятно, какая была цель у них, ну, как всегда, просто чуть-чуть вот обделались, потому что послали, знаешь, кого не жалко, мне кажется, вот ей вот она может к успеху идёт, ей сказали, вот к успеху, в Думу хочешь, вот это туда. Топовые, тяжёлые, действительно умные люди, ну, видимо, не захотели, потому что эта ситуация довольно репутационная, тяжёлая. Понятно, что они на метро не ездят, но всё равно осознание того, что туда зайдёшь, а тебе в лицо кто-то плюнет, она есть. И если бы там поехал какой-нибудь, вот мы беседовали, да, поздно, это была совсем другая история, это были бы… Я бы сказал, что не всё так однозначно. …слезливый взгляд, да, что не всё так однозначно, что, ну, вы же понимаете, жизнь такая, за всё надо платить, ну, здесь же приехала девочка, член ОНК, приехала к ЗЭКу, и эту ненависть, вот эти гаймасы, это даже не скрывало, как она его ненавидит, то есть, ну, это нельзя так снимать. Понятно, что они, что они хотели, но получилось как-то вот не очень. И тем более голодающему ЗЭКу, да, ещё по политделу, да, там, ну, как-то это всё. Ну, меня здесь даже не с Навальным историей задело, меня задело, что они в своих там политических играх конъюнктурных нанесли, там не один же Навальный сидит, там сидит сотни ЗЭКов, и они же ещё и в тройку заехали, это ломка на моторной, тоже строгого режима, они являют, что вот немедийная Бутина, которая, знаешь, вот в интервью, когда из американской тюрьмы выходила, она заявила, что она не хочет быть медийным человеком, хочет вернуться к себе там на Алтай, заниматься тем, чтобы помогать поступать студентам, там, в вузы Соединённых Штатов Америки. Ну, вот я уже там сотню пробежал небедийной Бутины интервью, которые она везде даёт, и все её интервью, они сводятся к одной единственной мысли, как плохо там в тюрьме США и как хорошо в тюрьмах Россия. Если бы она была бы журналисткой, да бог с ним, ну, пусть болтает, но как член УНК, в который она вошла, это уже совсем другое. Это мне вспомнилась вот эта поездка Горького на Соловки, которая уже приезжала и оправдывала преступление режима и отбеливала его для Запада, вот эти лесозаготовки и так далее. То есть, это уже, извините, людям ломают судьбы, людей пытают, их насилуют, они сидят, у них всё равно есть надежда. А тут приехала Бутина, по федеральным каналам рассказала, а там гостиница и пионерлагерь оказывается. То есть, Бутина за 2 часа разобралась во всём. Она зашла, взяла интервью завхоза, живодёра, который… Завхоз – это тот, кто управляет активом. Завхоза человеку, сидевшему, отличить легко, потому что ярко белые полосы на робе. У всех осужденных они серые. Бутин этих нюансов не знает. Она же специалист по американской тюрьме, где она по видеосвязи нам привет и передавала. Она пришла, она поговорила с улыбающейся администрацией, которые сказали, слушайте, у нас всё хорошо. Ей показали там храм. Причём здесь Навальный храм? На секторе нет никаких храмов. Ей показали спортзал, в который ходит начальник. Ну, классно, он там занимается. Зэки-то при чём здесь? Навальный при чём здесь на секторе усиленного контроля? Ей показали самодеятельность, которая на секторе усиленного контроля даже близко не стоит. И плюс она ещё сказала, а он ещё и работать отказывается. Бутин, правда, не знает, что из 800 зэков там 120 рабочих мест. То есть это поощрение для умеренного сектора. Там один из восьми работает. И на секторе усиленного контроля не работал ни один человек никогда на покрове. Даже в режимных отрядах, по мне, ни один человек не работал там. Поэтому, а ещё, значит, меня умилило, у меня там 40 человек, где-то четыре десятка, с кем я переписываюсь, с кем я пересекался там в разное время. Кто сейчас там находится? Нет, там нет связи. Кто освобождался. Кто освобождался? Да нет, ну как, по интернету, кто уже освободился. Кто сидел со мной, либо после выходил, с кем я пересекался. Последний месяц назад освободился мой знакомый. То есть я знаю более-менее, что сегодня происходит. И я МСМ скинул, и ничего из этого опубликовать невозможно. Потому что там один мат был. Когда она зашла вот это в столовую и сказала, ой, как здесь хорошо и чисто, и нет тараканов. Да, на режимных зонах там тараканов нет, там всё чисто. Это у вас. Вот в Америке там есть тараканы, потому что там нет режима. Ты заметил пропагандистские ролики с этой зоны, где эти мужики стоят, глядящие в одну точку, не шелохнутся, не двигаются, ножки вместе и так далее. Вот все их видео, все такие. Это нормальная реакция мужиков, в котором там баба приехала на зону, и они там стоят, не дышат. И она что-то рассказывает, они все в одну точку смотрят, по одной линейке стоят. Запуганные, выдрессированные люди. Там всё идеально чисто, там всё есть. И она заходит в зону, вот, оказывается, здесь и меню можно выбрать. Вот ты можешь такое меню... Знаешь, я с удивлением посмотрел про свой лагерь. Только я туда заезжал на год и восемь, а не как Бутина на два часа. И поговорить с завхозом... Ну и знаешь, как выглядело? Вот представь себе, я завтра в американскую тюрьму Бутина и приеду, зайду, поговорю с улыбчивым инспектором, каким-нибудь инспектором, с какими-нибудь довольными афроамериканками, которые мне расскажут, да это вообще тюрьма, вот такая вот, здесь вообще классно. Да, всё, зайду, я там поем куриных ножек с бананами там в столовой и расскажу, что здесь живут люди лучше, чем все те, для кого Бутина снимает свои репортажи в Российской Федерации, да, по всей стране. То есть, ну, как-то было бы не очень, да. А здесь классно. Вот я думаю, свозили бы её в Бухенвальд в то время. Там тоже всё очень строго было. Тоже тараканов наверняка не было, кстати. Ну, не знаю за тараканов, но знаю, что администрация Баскаралова, нет, всё хорошо. Видите, самодеятельность есть, вот какая-то там, кто-то поёт и в футбол играет, вот смотрите. А ещё, представьте себе, у нас нету от осужденных из нашей колонии ни одной жалобы в Третий Рейх на администрацию. Вот ни одной нету, она элитная, показательная. И тоже можно было бы за полтора часа сделать бы куда-то экскурсию на какой-то отряд, где сидит 15 там охранников из числа там этих осужденных, да, мы же знаем, что их тоже привлекали, да, и так далее. И тоже поговорить с ними, посмотреть, это здесь, что ли, пытают, это здесь вот пытают. Видимо, это пытают, это где, знаешь, крысы бегают, тараканы, там всё, побелка сыпется, там всё обляпано, да, там АУЕ написано на стенах. Нет, пытают. Самое главное, что всё это происходит, просто это не покажут ни Бутина, ни по РТ. Если бы на сутки Бутина в шкуре осужденного заехала бы на этот сектор усиленного контроля в мою бытность там на один день, просто на один день, я думаю, что те крики и визги, она бы ей несколько лет бы снились бы ещё. Вот про это это тут, что ли, пытают? Вот именно тут, где она стояла. А как человек, который, в общем-то, прошёл через тюрьму, пусть и американскую, вот до такого состояния скотинивается? Ты знаешь, я думаю, что вся американская тюрьма это как раз такой лайт был полный, то есть то, что я вот вижу там, знаешь, вот в покрове нету даже в син письма, там никаких тебе видеозвязей, конференций и так далее. И понятно, что вот самые страшные места, они выглядят очень как раз чисто и благопрестойно. Вообще красная от чёрной колонии отличается именно чистотой и порядком. Когда ты заходишь, и 100 человек стоят неподвижно и на любой вопрос отвечают хором, то есть ты говоришь, как дела? Хорошо, 100 человек. Там кто-нибудь хочет наличный приём? Нет, 100 человек говорят. Там любой вопрос отвечают одной командой. Ну это симптом, что там действительно страшно. Если команда неизвестная, то они просто молчат. То есть пока там завхоз не скажет, что сказать, там 100 человек не скажут. И это страшное место, значит. Вы можете чётко понимать, что вот это дрессированные люди, это добиваются только одним. Это добиваются пытками по обоим и насилиям. Что мужчинам, когда вот они особенно находятся в замкнутом пространстве, им такое поведение не свойственно. Их сначала не изводят до состояния животных, которые выполняют команды, а потом до состояния биороботов. Когда они уже вообще не понимают ничего, они просто вот живут. И у них психическое их возвращение к жизни, к обычной, но практически для многих уже становится невозможным. Я как психолог тебе рассказываю. Потому что там тяжелейшее психологическое состояние. Людей, которые сходили с ума, то есть прям вот откровенно. Потому что, во-первых, самая важная функция человеческая – это социальная адаптация, это общение. Когда тебе запрещают месяцами разговаривать, даже вот два дня помолчишь, уже получишь изменения психики необратимые. А если ты будешь молчать месяцами, ты увидишь, как это у тебя вот эти аутичные состояния, куда будут входить. Самое главное, вот человек попадает, с местным психологом вопрос задавал, кстати, я говорю, как же социальная адаптация – это самое главное для человека, попадающего в стрессовые обстоятельства, в лагере, первое, что он ищет – это какое-то общение, поддержки, взаимодействие и так далее. А ему говорят, всё, молчишь, стоишь, голова опущена, поза стационарная, у него ноги отекают, всё болит, ему там побои, вот эти крики ор там постоянные на него, и он боится там глаза покосить, нос почесать и так далее. Это какая социальная адаптация, куда он адаптируется. И он просто стоит и не понимает, куда он там в этом веке и в это время оказался, где он и что это, и почему вот это 100 километров от Москвы всё это происходит. И это там чудовищное состояние. И вот эти вот сегодня наши айпортажи по всей стране, ну, Бутин уже рассказал, потому что как в гостинице. Написаешь, понятно, что она это для миллионов рассказывает. Но при этом в стране миллионы прошли через эту систему. Да, ну там, да, в любом централе скажи Владимир, и тебе, ну, любой зэк скажет, там, что, с ума сошло какой-то Краснояск Владимир, там, за Карелию рассказывай нам, что там в гостинице тараканов нету, и меню можно выбрать, ара, выберешь ты там меню. То есть это ещё и плевок не столько в Навальному, которому внимание приковано, а на всех основах. Навальный была цель, но они растоптали-то тысячи и тысячи людей, которые через Покров прошли, и бесчисленное количество людей, которые сидели и отлично понимают, какой там лагерь во Владимире, и что это за управа. У меня была на программе на радио подполковник ВСИН, женщина, второй человек в Московской области, ВСИНа. И я с ней когда беседовал, я говорю, ну, вот меня там по политической статье судили, и она такая сидит, и что-то, а где? Я говорю, ну, меня отправили во Владимир. Вот она сидит такая, ну, вы же знаете, что не просто так вы поехали во Владимир, и не надо было за Владимир ни одно слово говорить. Любой, на любом централе, да, и любой сотрудник ВСИН, вам вот Владимир одной фразы достаточно, чтобы он понимал, что вас туда из Москвы повезли, ну, и с вами там всё происходило, всё самое плохое. Вот, это понятно. Ну, видите, вот у нас Бутина, она за американскую тюрьму у нас рассказывает. У неё вот главное, если бы она не полезла в общественную палату, да и бог с ней. Ну, рассказывай, рассказывай. Хочется тебе думать, что в Америке плохо, в России хорошо. Да ради бога. Ну, рассказывай. Я никак бы, никто бы на это не реагировал. Ну, когда ты, как член общественной палаты, приезжаешь в зоны, то, извини, ты туда ехать должна с целью увидеть недостатки пенициарной системы, кому-то помочь и выявить. То есть, вот первое, что я бы сделал бы, когда поехал бы в Тройку и ВК-2 по Крову, я бы открыл бы интернет, почитал бы форумы, посмотрел, что, где там происходит и как, и что надо сделать. Вот ты зайди, вот стоит отряд, ты говоришь, хорошо, вот кабинетик я возьму, сейчас сяду, я хочу каждого осужденного по минуте наедине. Вот просто проведи. Зайди в коптёрку, потому что там всегда она набита, когда приезжают эти все проверки людей, у которых шишки, синяки, которые ходить не могут из-за отбитых пяток, их всегда уводят отдельно. Зайди туда, посмотри с камерой, вызови этих людей, потому что администрация не поймёт, кто рассказал, если ты по одному 50 человек вызовешь. Ну, потратишь ты час, да, согласен, но это лучше, чем ходить по столовым там и самодеятельность глядеть. Нет, ты вот займи, вот первое, что бы я сделал, это изучил проблему. Так у НК сейчас специально зачищается как раз от людей. Конечно. И у них проблема была только одна, показать, как обнаглел Навальный, как он это самое, они за этим и поехали. Но извините, вы-то били по Навальному, но в итоге-то вы били-то по всем людям, потому что, ну всё, видите, Бутин раскрал, там всё хорошо, что туда ехать, да? Причём, представьте ситуацию, ты туда едешь, как член УНК, до этого ты делаешь публичное заявление, что Навальный предатель России, а следующее заявление, призывая членов УНК к нему не ездить, потому что он обнаглел. И через 3 дня туда сама чешешь. И потом ещё удивляешься на камеру, ну вот мы приехали, он отказался с нами разговаривать. Да ну нафиг, действительно, а чё это он отказался туда? И ты начинаешь на него орать с такой там гаймасой, ты там симулянт, сволочь и так далее. Чё ты тут, где тут пыточные условия? Покажи мне, где пытают кого? Ну, чё тут сказать? Поэтому Марина Литинович сейчас была исключена из членов УНК, потеряла статус. Да, вот такие, как Мария Бутина, они себя там чувствуют совершенно комфортно. Через тот же самый процесс прошёл Совет по правам человека по президенту РФ, где Лукин тоже ходил на митинги и не видел никаких нарушений со стороны правоохранительного права. Вот они сейчас все ходят, но есть ещё там, может, Ева Мергачёва, ещё там кто-то, кто действительно вникает, кто пытается что-то сделать там в рамках вот этих вот забитых и маленьких, ну понятно, но мы же видим, что сегодня правозащита наша, она как никогда оппозиция и гражданское общество нуждаются в этой новой неангажированной правозащите, потому что сейчас уже нет вот этого вот разделения, потому что раньше, ну всё равно там делили, там националисты это всё, мы даже там с Азаром на эту тему, там с Ильёй там были у нас недопонимания, они постоянно присылали нам эти метропикеты, но при этом ни одного националиста никогда не в один список не включили, я каждый раз говорю, ребят, что-то их мало сидит, я вам сейчас накидаю. Ну, мы вот боремся за этих, а через этих боремся за всех остальных. На митингах либертарианской партии списки были справедливые. Всё, да. Ты у нас один старый сообщение, тюсдэй, 5.48 а.м. Тюсдэй, 5.48 а.м.